шалом друзья мы продолжаем разбор откровения святого иоанна богослова мы во второй главе для напоминания мы решили к откровению относиться к откровению и некоторые вещи мы будем воспринимать сдержанно но принципы которые здесь поднимаются мы им будем учиться а сложные вещи пусть они говорят к сокровенным областям нашей души пробуждая нас для бога 12 стих 2 глава ангелу пергамской церкви напиши так говорит имеющий острый с обеих сторон меч знаю твои дела и что ты живешь там где престол сатаны и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни которые в которые у вас где живет сатана умершлен верный свидетель мой антипа во первых ешуа здесь представлен как воитель воитель против дьявола наверное наверное я больше понимаю как руководитель и воитель божьего народа анти вавилона сражающегося с вавилоном с комбинацией человеческого зла падших ангелов всего того что противостоит нам когда мы читаем здесь ты живешь там где престол сатаны есть мнение что там пергаме был установлен жертвенник идольский на котором сжигали жертвы поклонялись различным идолам но такие места были практически везде я понимаю что там где живет сатана это мысль что там где есть активное противление моей работе такие вещи бывают в любом месте и что мы сразу должны сказать о в этом месте сатана живет мы должны под воспринимать вот такие тексты там есть противление в данном случае также погиб человек но к сожалению мы сегодня видим в сирии скажем или в ираке когда враг когда настрой против божьего народа живущий в сердцах многих исламистов просто убивает сотни тысячи людей здесь мы читаем наставление пергамской общине сегодня в берлине в музее пергама выставлен этот по всей видимости вывезены оттуда археологический объект я был там там есть барельефы идольские поклонения более это сатанинская чем что-то в другом месте есть мнение что потом подобное построили в москве или перевезли в москву не знаю там был пантеон греческий пантеон но суть это противоставление и я думаю что это противоставление было не столько из-за вот этих вот идолов сколько раскрывается в следующих стихах давайте прочитаем 14 15 стих и поговорим на эту тему чуть больше но имею против тебя что у тебя есть нам держащиеся учения бель ама который научил балака вести в соблазн сынов израилева чтобы они ели доложертвенные и любодействовали также у тебя есть держащиеся учения николаев которые я ненавижу про николаев я говорил на прошлом уроке по всей видимости это не последователи диакона николая но николаев от слова но хэль которая в иврите обозначает паразит то есть у тебя есть паразиты ты развел паразита вокруг себя возможно они виртуально увеличивают число твоей общины ты думаешь о больше людей вокруг тебя на самом деле эти люди и сами не растут уверен и берут на себя внимание других здоровых людей поэтому проведи правильную работу с ними и разрушь этот дух нахлебничество но я хочу поговорить про валаама бель ама и валака когда израильский народ выходил из земли египетской они проходили земли муава это народ который произошел от кровосмешения лота с одной своей дочерей но ведь они боялись израиль и не могли победить их физически поэтому решили проклясть и вызвали одного из пророков с востока уже пророков или пророков написано он знал господа бога но извратил за денег путь свой билям и он не смог проклясть израиль тогда он научил балака как сначала разрушить защиту и он говорит балаку пошли женщин из родовитых семей и пусть они соблазнят лидеров израиля они соблазнили там от божьих судов погибло двадцать четыре тысячи израильтян и вот нечто подобное происходило в пергаме то есть сатанизм или престол сатаны это не из-за того что там был пантеон а из-за того что в среде общины были люди которые не выдерживали или не хотели выдерживать стандарт писания о святости брачного ложа и которые наводнили общину пергама вот этой идеей что тело не так важно она умрет и потом после воскресенья нет друзья это один из страшнейших ударов высвобождаемый в среду народа божьего иоанн и тот же самый который написал откровение в одном из своих учений написал в мире присутствует похоть плоти похоть очей и гордой житейская вот это вот похоть плоти это то что здесь сказано валаам и бель-ам или балак когда не выдерживается стандарт это можно а это нельзя и очень часто мир вторгается со своими стандартами в область общины и многие руководители не зная как говорить вообще не говорят понятно мы давно ушли от мест экстремизма что нужно вот так и так только повестя вести да очень важно говорить в среде что ложе да будет у нас непорочно что брак или секс они легитимны и они поощряемы в среде семьи между мужем и женой а вне семьи это запрещено потому что секс конечном итоге это инструмент который не только призван к тому чтобы давать наслаждение или производить потомство это образец духовной святой связи которая практикуется в нормальной семье там есть мужчина и женщина не в однополых семьях и там есть связь с небесами в послании ефесянам на эту тему павел даже обозначает эту область тайна сия велика взаимоотношения между машиахом и верующими подобные взаимоотношения между мужчиной и женщиной и вот здесь господь ешуа говорит в пергамскую общину и говорит люди пожалуйста не ходите на позиции этого мира держитесь святости ваших ваш брака вашего брака учите вашу молодежь учите ваших людей чтобы ложь не проникла и вы не разрушили сами себя мы продолжаем двигаться дальше 18 стих 2 главы и ангелу фиатирской общины фиатирская община это маленькое место в асии напиши так так говорит сын божий у которого очи как пламень огненный и ноги подобных алкаливану мы уже видели это описание в первой главе это первое впечатление и она от видимого в славе ешуа и здесь говорится знаю твои дела и любовь и служение и веру и терпение твое то что последние дела были больше первых но имею против тебя что ты попускаешь жене и завели называющие себя пророчицей учите вводить в заблуждение рабов моих любодействовать и есть идола жертвенная начну с того что ангелу фиатирской общины описываемый образ сына божьего описан как образ воителя прославленного фиатира хоть это было маленькое место но подчинялась власти римской империи и вера в императора и подчинение императору по всей видимости захлестывали их когда-то ешуа определил очень интересный принцип помните его провоцировали люди и говорили нужно ли нам давать императору налог и он сказал показал монету и сказал кесарю кесарева а богу отдайте божье сегодня как и в те времена много людей смыта грань они считают что наш земной правитель это наш господь мы должны разумно относиться к земным правителям есть законы которые установлены государством но наш правитель это ешуа и его законы они первоочередные для нас и 2 2 момент в римской империи император выставлялся как некто божественный здесь здесь написано скажи фиатире скажи все общины сын божий он победитель он в славе божественность божественность машеха я хочу здесь сказать интересную вещь в диалоге между мессианским и христианским миром часто поднимается вопрос о божественности машеха на самом деле интересно что в еврейской традиции нету больших проблем с божественностью машеха есть проблемы с божественностью ешуа потому что израиль был многократно гоним за имя христа и среди израиля возникло вот это антагонистическое отношение вот бог иисус но я неоднократно неоднократно беседовал с представителями различных направлений в иудаизме и допустим люди которые изучают или являются учениками арье лукацо я слышал как один человек говоря о нем это был разговор на английском языке он сказал такие слова divine rabbi то есть он говорит божественный рабби я когда переспросил раввин я когда переспросил его чтобы уточнить то он да подтвердил что арье лукаца был божественный учитель то есть чуть ли не от бога исшедший то есть тот же самый статус который в христианстве часто описывает ешуа есть определенная группа не все любовические хасиды которые подобным образом относятся к личности минахима шнеерсона говоря божественный то есть на самом деле в той картине которая представлена ангелу фиатирской общины прославленный божественный сын божий это не есть противное общее пониманию еврейскому и это нормально в определенном мере говорить о божественности сына божьего 19 20 стих знаю твои дела и любовь и служение и веру и терпение твое и то что последние дела твои больше первых но имею против тебя что пускай жене и завели называющиеся пророчества учить я не думаю что кого-то там звали действительно и завели интересно что писание частенько называет каких-то людей по всей видимости потом определенными терминами или кличками и завели севрита переводится как и не завель будет мусором так называлось то такое имя было у жены царя ахава то есть та которая наводнила израиль в свое время служением балу валу и здесь очень интересно но какая-то женщина по всей видимости и звали иначе но она вела себя как и завели и она на поедного дня ла эту эту фиатирскую общину пророчествами по всей видимости о своем высоком положении о своей духовности и под маской этого она также не было занималась любодеяниями а именно спала с какими-то людьми в общине вы знаете может быть без того чтобы спать но воздействовать и искушать я многократно встречался с такими ситуациями когда в общине какой-то человек занимает очень уж сильно манипулятивное положение прикрываясь своим депророческим даром и он говорит господь тебе сказал и люди которые часто не освободились от суеверия в страхе прислушиваются к таким людям и как результат попадают под контроль я хочу сказать что в божьем царстве там где есть контроль это всегда плохо там где ты чувствуешь что у тебя пропала свободная воля и выбор значит кто-то манипулирует тобою одно из наиболее четко духовной работе которая производит на святой дух это разрушение оков и когда мы следуем за простотой священных писаний за тем что предложено в этой обычной еврейской библии с еврейскими толкованиями с многими пониманиями и знаниями и свободой выбора то происходит освобождение у людей и люди становятся свободные без идолов одно из пророчеств и языки ля говорит я приведу тебя в землю твою избавлю тебя от сердца каменного удалю идолов контролирующих тебя и есть другие места говоришь и поставлю тебя на пространное место там где ты свободен поэтому если в вашей области заявили появились какие-то и завели пускай бог даст вам мудрости как разрешиться от них это наставление священных писаний имеешь какое-то рабство попытайся сделаться свободным здесь пророческая речь еще к этой и завели продолжается я дал ей в 21 стих и 22 23 24 я дал ей время покаяться в любодеянии она не покаялась я ее повергаю из любодействующих дней в болезнь и детей и поражу смертью и разумеет все общины что я испытываю сердца и внутренности и воздам каждому из вас по делам вашим вам же прочим находящимся феатире который не держится сего учений которые не знают так называемых глубин сатанинских сказываю что не наложу на вас иного бремени только имейте то что имеете держите пока приду и так интересно ей дается время покаяться если в наших средах появляются люди которые манипулируют нужно вначале принести им покаяние наверное стоит сказать слава богу за его милость что вещей как происходили в первой общине санами и сапирой среди нас не происходит наверное требования немножко изменились и наверное вот таких вещей что вот прямо он сразу полагает их вскоре в болезни вот вот наверное такие вещи тоже не так происходят но очень важно когда лидеры вот здесь это обращение к пасторам видят что вообще не возникли какие-то манипулирующие элементы которые просто каким-то образом пользуясь своей псевдо духовностью захватывают контроль над другими людьми очень важно поставить их на место чтобы народ чувствовал себя спокойным двадцать шестой двадцать седьмой двадцать восьмой двадцать девятый стих кто побеждает и соблюдает дела мои до конца тому дам власть над язычниками и будет постиг железлом железном как сосуды глиняные они сокрушатся какие я получил власть отца моего дам ему звезду утреннюю и имеющий ухода слышишь что дух говорит общинам звезда утренняя эти вещи можно по-разному понимать в даниила сказано разумные будут сиять как светило на тверде и обратившие многих правде как звезды вовеки навсегда понятно что и в даниила и здесь это язык видения дам ему звезду утреннюю по всей видимости это какая-то награда или особое знание петр использует подобное выражение говоря подобно утренней звезде взойдет для них понимание откровения люди которые пытаются держаться свободы и стандарта божьего учения которые направляют свои пути пред господом в смирении в желании совершать правду в желании быть простыми они обычно побеждают и они получают знания и они являются светом я желаю всем вам быть светом божьим во всем и и благословений вам и вашим домам от господа ешуа амашеха первого и последнего и всегда слышите что дух божий говорит вам миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и шо а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w точка азис дефис медиа точка тиви